Данил, вы первый, кого просили пригласить на запись читателя проекта? Серьезно? Абсолютно, да. Поступила заявка, я связался с Димой. И вот мы с вами разговариваем. Вы знаете, простой, наверное, вопрос. Может быть, он даже покажется банальным первым. Но вот мы же знаем, что на эстраде появляются периодически люди, на нашей, в том числе, эстраде, которые, не знаю, с их ли подачей, но называют там себя джазовыми музыкантами, таковыми не являясь. Например? Ну, например, Лариса Долина, она считается в кругах эстрадных джазовой певицей. Наверное, после фильма или как-то еще? Нет, она была джазовой певицей, профессиональной давно. Но, собственно, я ее знал как профессиональную джазовую певицу, выступавшую на очень многих тогдашних советских джазовых фестивалях. И она была очень популярной, очень котируемой именно в аплуа джазовой певице. Я же против, я не об этом говорить начну. Она не появилась, она не называет себя. Как раз это, наверное, один из крайне немногих людей Долина, которая имеет право, будучи в попсе, тем не менее, называть себя джазовой певицей. Она уважаемая, безусловно, певицей. Я знаю бэкграунд ее, что она джазовая певица, начинала как джазовая певица. Но я в качестве примера привел то, как джаз превращается в эстраду. И хотел как раз узнать, где эта грань лежит между тем, что можно называть джазом, то бишь серьезной музыкой, импровизационной, и шерпотребом, который называют джазом. Вот как раз давайте разделим эстраду и шерпотреб. Ничего плохого в эстраде не вижу, но когда сама эстрада, понимаете, когда эстрада это Эдит Пьяв, когда эстрада это, когда вот такого типа поп-арт это Фредди Меркьюри, ничего плохого, кроме хорошего, не вижу в этом. Не спорю. Весь вопрос именно в том типе эстрады, который является шоу-бизнесом. Я старательно избегал слова попса, но давайте назовем вещи своими именами. Вот где грань между попсой и поп-артом? Давайте так. Как раз грань заключается в том, занимается ли артист искусством, или он делает на этом деньги. Грань начинается, это не сама грань, грань многогранна. Но начинается она с отношения, с изначального отношения артиста. Чего артист хочет от своего занятия? Хочет ли он славы? Хочет ли он денег? Хочет ли он популярности? Хочет ли он приблизиться к власти мужчин? Хочет ли он иметь особняки и дворцы? Или он хочет заниматься искусством, рискуя умереть, как Деницетти под забором от голода и сумасшедшим? А разве может быть выбор, так сказать, одной из этих позиций? Это же суммарная какая-то штука. Разве может артист не желать популярности? Разве может он не желать денег? Разве может он не желать залов побольше? Весь вопрос первичности и вторичности. Если для артиста деньги превалируют над музыкой, если он готов пожертвовать своей душой и заниматься не тем, чем душа просит, а делать деньги на искусстве, если искусство для него – это прежде всего ступенька к власти, ступенька к популярности, ступенька к деньгам, к Мерседесам и Бентли – это одно. И вы знаете, это невозможно скрыть. Не бывает. Еще не бывало в истории. Именно поэтому, собственно, и появляется шерпотреб. Посмотрите, как он появляется. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Смотрите, как он появляется. Прежде всего, шерпотреб начинается тогда, в музыке. Во всем случае, я не беру про шерпотреб в живописи, в скульптуре. Не владею материалом. Буду говорить только о музыке. Здесь шерпотреб начинается тогда, когда то, что мы с вами называем попсой, в какой бы стране это ни происходило, начинает брать наиболее эффектные приемы, которые в процессе мучительного изобретательства и мучительных поисков за столетия были изобретены классикой, фольклором, теперь уже и джазом. Препарировать это можно по-разному. Именно в процессе препарации, скажем, от джаза отпочковались и рок-н-ролл, и ритм-н-блюз, и так далее. Это братья. Или хотите, назовите дети одного отца. Семья, да. Династия. Но опять же, это все можно делать как попсу, и джаз можно делать как попсу, а можно делать как искусство. Весь вопрос начинается с этого. Вторая грань этой стены – это врет человек на сцене или не врет? Вы знаете, вот я для себя эту грань начал понимать тогда, когда однажды ко мне на урок пришла ученица, которая хотела, чтобы я ей помог в занятиях именно эстрадой. И вот она мне начала песенку петь про то, как она для любимого хотела бы быть березкой, ну что-то в этом роде. Значит, я ее послушал и спросил ее, ты когда-нибудь любила? Только честно. Она мне сказала нет. Сказала, ты себе можешь представить вообще это чувство? Вот ты поешь эти слова. Ты себе можешь вообще представить эти чувства, когда для любимого хочется быть березкой. Что это такое? О чем ты поешь? Ты понимаешь, что ты врешь? Ты понимаешь, что ты вообще не понимаешь, о чем ты поешь? Это начало второй грани – вранье. Третья часть, их много. Третья часть этой грани начинается тогда, когда и слова, и музыка предназначены для легкого раскрытия чужой души. Для этого существует множество способов, которые за столетия изобретены многими видами музыкального искусства. И тембровые краски, и гармонические последовательности. Знаменитая там первая, четвертая, пятая, первая, пятая, первая и так далее. И слова, которые легко проникают, и над которыми не стоит думать. Именно поэтому мы иногда просто смеемся над словами, которые на самом деле... Знаете, я однажды набрел на сайт, не помню, как он называется. А, читаем песни, по-моему, что-то такое. И там люди просто с выражением читают стихи. Там, например, у нас все будет джага-джага, мармеладный ты мой. Я не помню, как называется этот сайт. Он меня потряс, я обхохотался. Фантастический сайт, и мой респект этим артистам, которые действительно просто показывают, что какую паршивую жвачку нижайшего качества использует вот эта грань. Чем пользуются эти поэты, эти композиторы и эти певцы, которые это исполняют? Поймите мою позицию. Сергей, я не против попсы. И я категорически не против шарпотреба. Объясню, почему. Наш мир весь устроен пирамидально. Чайники, дружлаги нужны всегда, я понимаю. Давайте так не будем говорить. Я говорю сейчас с вами о том, как устроен наш мир, и точно так же устроено наше искусство. Талант не возникнет, и вершина этой пирамиды не возникнет на пустом месте. Для нее нужен гумус различных уровней. Так вот, шарпотреб – это часть гумуса низшего уровня. И я его в этом плане приветствую. Кроме того, в нас с вами существует целый комплекс, который дает нам возможность, который заставляет нас выбирать что-то из этой жизни, в том числе из искусства. Поэтому одни любят Баха, другие любят Шопен. Почему он нам близок? Что это такое? Это природная предрасположенность, соединенная с образованием и культурой. Именно смесь из четырех вещей – образование, культуры, их сочетания и природной предрасположенности – определяет все в нашей жизни. Все абсолютно, стопроцентно. Из них три вещи – воспитуемые и делаемые, а четвертое – нет, это природа. Именно поэтому иногда человек, выросший в семье пьяниц и воров, вырастает не пьяницей и вором, а ненавидящим пьянство и воровством. А погонение, например. В частности. Но все-таки он был финансовым аферистом, не выдержал. Какая-то пьяницей был. Ну, да. Но бывает же, что человек в силу природной предрасположенности, как раз, он вырастает не таким, какова его окружающая среда. Но это исключение из правил. А в принципе, на 99%. Мы – это наша окружающая среда. Именно с этим связано мое воинственное отношение не к самой попсе, не к шамушам по требу, а к его безмерному использованию. Когда происходит с пирамидой вот такой процесс. Результат – вершина пирамиды начнет опускаться. Мне хочется задавать вопрос. Но я не хотел бы в эту сторону нашим разговаривать. Но мне хочется понять, что мы разные биологические виды в таком случае. Я знаете, о чем говорю? Вот о чем. Согласен с вами. Но почему с одной стороны планеты существуют товары широкого потребления, среди которых Майкл Джексон, Абба и так далее, собирающие стадионы, миллионы поклонников до сих пор, а с нашей стороны какой-то другой биологический вид, нет никаких миллионов. Ну, есть, была Пугачева, да, собирала, потому что поймала тему. Все остальное… Это вопрос только продюса. Продюс? Да. А не наполнение смыслового? Все то, о чем вы говорили. Ведь Майкла Джексона давно нет уже с нами, да? И то, что он написал там Билли Джейнс, это уже прошло лет 30, наверное, да? То, что Абба делала, то, что Шокинг Блю делала и так далее. Но заметьте себе, какого класса мелодии у Аббы? Я об этом… Какого… Это как раз не уже не попсал. Я об этом спрашиваю. Сегодня они до сих пор живы. Да, и это элитнейшим потреблением. А то, что еще год назад у нас было, уже мертво, да? Почему? Опять же, та же самая причина, вопрос в намерениях. Если есть намерение быстро заработать деньги, сделать времянку, то так оно и получается. Нет, у нас вершина пирамиды в минусовой плоскости, что ли, находится в этом смысле? Нет, она просто в процессе опускания. В процессе опускания. Она уже на вумусе нижайшего уровня, да? Ну, в общем, понимаете, именно с этим связано. Именно потому, что идет процесс, к сожалению, монетаризации и культурологизации всей нашей жизни. Именно с этим связан процесс эстрадизации классики, эстрадизации джаза. Но этот процесс, хотя мною не любим, но частично я могу понять, почему он происходит. Монетаризация, с одной стороны, откладывает неизбежно свой след в мозгу и в чувствах, поэтому люди начинают связывать свой гонорар со своим статусом. Статус определяется не классом игры, а размером гонорара, влиянием человека, будет ли по его поводу отдан приказ самим президентом или губернатором, или еще кем-то и чем-то. Кто будет сидеть в первом году зала? Да, вот этим определяется статус. У Деницети он не определялся этим, у Моцарта тоже, у Россини он этим не определялся, многих других этим не определялся. Ну и что, ну а кто хочет умереть, как Деницети? А кто хочет вырасти вот так, как погонение? Кто этого хочет? Ну, это одна сторона медали. Другая сторона медали, что вот это желание, оно начинает определять все поведение человека. Сопротивляться ему крайне трудно. Поэтому, собственно, я частично понимаю вопли искренних верующих служителей различных церквей, их немного, их гораздо меньше, чем вообще служители. Но вопли, отчаянные вопли искренних верующих служителей церквей о том, что мы действительно стремительно летим в пропасть, потому что деньги на сегодняшний день являются единственной определяющей составной частью жизни человечества. И я это осознаю с ужасом. Ученые говорят, что мы с более жестоким ужасом, если возможно такое словосочетание, лет через десятков, несколько, будем ощущать, наше поколение, наше потомство, вернее, будет ощущать другую валюту, будет иметь другую валюту, пресную воду, к примеру, и что такое. Это неважно, какая валюта. Валюта есть валюта. Это все равно монетаризация. И мы пришли к тому, о чем... Я сначала не понял, о чем Миша Задорнов говорит, что мы живем в мире торгашей. Я прознашу слово торгаш без положительного и отрицательного смысла. Не в советском смысле. Это просто квалификация сегодняшней жизни. Мы живем не в мире чести, не в мире совести, не в мире... Мы живем в мире торгашей, в мире бизнеса. И все определяется законами бизнеса. Это законы джунглей. Разве было когда-нибудь по-другому? Конечно. Человечество изначально пыталось следовать пути Христа. Если бы так было, то не было бы примера, вами приведенного до Ницети. Он бы не кончил так. Совершенно верно. Именно поэтому я сказал пыталось, а не следовало. Если бы оно следовало, не было бы инквизиции, не было бы умершвления испанскими конкистадорами нескольких цивилизаций, не было бы португальского рабовладения, не было бы французского рабовладения, не было бы американского рабовладения, если бы люди действительно следовали по пути Христа. Если бы они действительно следовали по этому пути, не было бы атомных бомб, сброшенных на Японию, не было бы разгромленной Ливии, не было бы опустошенного двумя странами Афганистана. Ничего бы этого не было. Да и Салтычихи не было бы. Тоже не было бы. Но дело в том, что человечество только пытается это сделать. Но, к сожалению, вся история человечества показывает, что обратный путь намного сильнее. И все сказки о том, что добро побеждает, к сожалению, пока что остаются сказками. Побеждает не добро, побеждает сила, кто сильнее. И пока что в истории человечества получается так, что нашу с вами историю написали победители, а не побежденные. Они ее переписали. Это неважно, что они сделали. История наша с вами написана непроигравшими. Но на самом деле это побеждает... Знаете, есть такое словосочетание «сила добра». Вот оно и есть такое словосочетание. Есть, но пока победить не удается. Да, и не удастся, потому что сказки предназначены для того, чтобы понять их потом, где-то, за гранью. Ну, видимо, тогда, когда Земля перестанет существовать. Ну да, к сожалению, многие говорят, очередная волна конца света. Понимаете, все надо искать в корне. И монетаризация жизни, она не может затронуть какую-то одну сторону нашей с вами жизни. Вот вы минут 10 назад такую прекрасную вещь сказали, рассказывая о происхождении видов. Я имею в виду с музыкальной точки зрения. А я очень люблю... Но я, кстати, только начало процесса вам рассказал. Я понимаю, на все у нас времени просто не хватит на эти длительные разговоры. Но смотрите. И там прозвучало такое определение честности. Абсолютно согласен. И я, как страстный фанат Дельта Блюза, откуда все началось, ну, конечно, не оттуда началось, но это первые записи, которые мы слышали, которые доступны нам. Вот там, мне кажется, были абсолютно честные люди, потому что часть из них была рабами, часть была фермерами своих маленьких этих вот фермочках работали. И вечерами они брали эти вот сделанные из сигарных коробок гитары самопальные, да, и играли. И это было честно, их выискивали. Здесь не вопрос честности. Я, знаете, о другом хочу спросить. Да, я хочу спросить вот о чем. В этом смысле не противоречит ли профессионализм и работа над своим профессионализмом составляющей честности? Потому что профессионализм предполагает только зарабатывание денег этим. Я понял. Нет, нет. Значит, когда-то в шутку Ростропович сказал, он две фразы хорошие очень сказал, которые вот сейчас я вспомнил. Он сказал, во-первых, люблю я так взлобнуть, а мне еще за это деньги платят. Но заметьте себе, что слово взлобнуть он поставил на первое место. Ну да. Во-вторых... Но это Ростропович. Он потому Ростропович. Вот именно. Я об этом как раз и спрашиваю. Во-вторых, он сказал тоже очень правильную вещь. Он сказал, что настоящий музыкант это тот, кто, постарев, став серьезным, мудрым, богатым, сумел сохранить младенческие глаза и взгляд на мир младенца. Вот это вот истинные музыканты. Я могу с ним в этом плане на 100% согласиться. Но вы можете быть уверены, что вопрос профессионализма и вопрос не честности в данном случае, а искренности на сцене, они взаимосвязаны только у тех, кто профессионализм ставит во главу угла. Тем самым превращая себя из художника в ремесленника любого класса. И те, для кого профессионализм стоит во главе угла, те законченные ремесленники. Они могут играть как угодно хорошо. Они могут даже... Профессионализм может достичь такого уровня, что даже может трогать души. Тем не менее, это никогда не будет тем, от чего люди заплачут. Или от чего люди будут неделю петь от счастья. И это никогда не будет тем, что заставляет нас 300 лет слушать 40-ую симфонию Моцарта. Это никогда не будет на этом уровне. Я рассказываю своим студентам иногда сказку. Она займет минуты три. Я сейчас ее расскажу. Она объяснит все по поводу вашего вопроса. Представьте себе, что вы супермиллиардер. Потому что у вас есть три вещи. Каждая из которых стоит 1, 2, 3, 10 миллиардов, чего хотите. Фунтов, тубриков, золотых слитков. Значит, у вас есть кисточки, краски и холсты. Кисточки у вас совершенно фантастические. Вы можете рисовать тоньше человеческого волоса. Вы можете рисовать толщиной в километр. Вы можете рисовать все, что угодно. Вы 30 лет работали над этими кисточками. Вы один сумели это сделать. Ни у кого. Леонардо умер бы от зависти, повесился сразу. Если бы увидел такие кисточки. Значит, они стоят миллиард. У вас есть краски, которые за 10 миллионов лет не потускнеют. Они не боятся ни холода, ни огня. Их можно в океан бросать, в вакуум, в космос запускать. Вот они вот живые. И только вы знаете секрет. Вам предлагают за них миллиард. Ни у кого нет таких красок. У вас есть холст. Вы этот холст можете бросить в вулкан. Вулкан взрывается. Холст нет. И краски на нем тоже будут держаться миллионами лет. Такой холст один на весь мир. И вообще за всю историю человечества. Вам за него предлагают миллиард. Теперь три страшных вопроса. Можете ли вы этими кисточками, этими красками на этом холсте нарисовать хотя бы одну картину? Просто нарисовать. Это вопрос, который отделяет ремесленника любого уровня от начинающего музыканта. Именно поэтому иногда в консерватории мудрые, если преподаватель мудрый, он говорит, пока я тебе могу все объяснить, а ты можешь все понять, это мы с тобой занимаемся ремеслом. Это мы с тобой просто мастерство свое оттачиваем. А вот когда я смогу только мычать и что-нибудь показывать, а ты ни хрена не поймешь, а только сможешь почуять или почувствовать. Вот с этого момента мы с тобой начинаем заниматься музыкой. Другой вопрос, что без вот этого фундамента ремесленнего нечего делать в музыке. Этот ремесленный фундамент, как наш язык отточенный, он дает возможность мне с вами говорить не так, как получается, а так, как я хочу на любом уровне. Школа в широком смысле слова. В самом любом? Да. В любом. Второй вопрос, который отделяет начинающего музыканта от талантливого. А можете ли вы все имеете... Странные градации. Начинающего от талантливого? Ну, он может быть талантливым, но только начинающим. Как красный от мокрого привели. Ну, извините, я мог неправильно сказать. Хорошо. Начинающего талантливого от опытного талантливого. Так, вот да, теперь понятно. Или уже назовем его вот настоящим человеком искусства. Вопрос звучит так. А можете вы всем этим миллиардным эквипментом нарисовать хотя бы одну картину так, чтобы идущий мимо прохожий не захотел пройти мимо, а остановился, встал и начал смотреть или слушать? Третий вопрос, самый страшный, обозначает, видимо, гения. А можете вы все это сделать, нарисовать эту картину так, чтобы идущий мимо прохожий не захотел пройти, остановился, посмотрел, послушал, что там вы делаете, играете, рисуете. Ушел, но не смог уйти. Захотел вернуться и вернулся несколько раз. Это отличает вас уже как истинного, настоящего художника, без творчества которого человек не хочет жить. И это означает, что он к вам возвращается еще и еще по собственному желанию, а не потому, что ему это навязали с помощью рекламы, телевидения, СМИ, то есть с помощью управления мозгов. Никто не заставляет нас с вами возвращаться к снатам Бетховена. Ни одно радио не делает так, что оно все время там по проплаченному продюсерам времени транслирует нам с вами это. Не проплачивает Бетховен, представляете, вот что происходит. Бедный Бетховен. И все равно мы его слушаем. Причем слушаем не благодаря, а вопреки. Бетховену платить не надо ничего. Ну, он жив, нифига бы и не крутил. Ну, может быть. Это мы начинаем углубляться в слово «если», а это самое неблагодарное слово. Но я просто хотел вам ответить на ваш вопрос. Так вот в этом состоит вопрос попсы. Вопрос ширпотреба. Причем этот ширпотреб может быть любого качества. Посмотрите, какой уровень воздействия современного ширпотреба, что используется. Но при этом частично то, что используется лично у меня, который льстит себе словом «музыкант», вызывает улыбку. Почему? Потому что мне представляется, со мной могут не соглашаться, но мне представляется, что использование фантастических костюмов, трусов, блесток, бэк-вокалов, света, голографии и всего, это все то, тот самый «эквипмент», который позволяет скрыть полную пустоту, собственно, самого предмета. Понимаете, если сосиска невкусная, ну как мне ее вам продать? Не надо на нее горчицу, кетчуп, перец, оберточку, вот такую вот рекламу, что это сосиска с вот такими витаминами, что если вы ее съедите, вы тем самым прибавите себе 30 лет жизни, и еще что-нибудь вот это, вот тогда вы съедите у меня эту сосиску. Вот в этом вопрос. Для музыканта нет нужды приправлять сосиску. Его сосиска такова, что ни в чем не нуждается, ни в каких приправах, и она сама по себе величайшая ценность. И эта сосиска достает вам вот туда, вот до этих пор, а может и ниже. А когда эта сосиска приправляется всеми горчицами, кетчупами и всем прочим, вот сюда она достает вам до верхних ассоциативных рядов. И тогда, сидя в ресторане под рюмочку водки, вы рвете на себя рубашку, и вы говорите, ну молодец, а вы еще? Ну это тут. И ширпотреб от искусства отличается прежде всего уровнем проникновения в ваши ассоциативные ряды, которые можем назвать душой. И чем глубже он, причем это знаете, это как обжечь спичкой и прогреть глубоко горчичником. Обжечь спичкой чувствуете сразу, а прогреть глубоко горчичником? Нет, не сразу. Ну что полезнее? И весь вопрос в том, что шоу-бизнес потому-то, я в общем-то, как ни странно, признателен шоу-бизнесу за то, что он так себя обозвал. Он себя не называет искусством шоу-бизнес, честен. Он называет себя искусством дела. Деньги нашел. Если человек об этом задумается, он поймет, что все, что ему предлагают, ему предлагают только ради одного. Заплати! А потом еще заплати, и еще заплати, и еще заплати. Это не значит, что я профессиональный музыкант, работаю бесплатно. Нет. Нет. Абсолютно. Я такой же, как и остальные, и должен есть, пить, одеваться, и хочу иметь машину. Другой вопрос. Понимаете, греки, эллины, они говорили, все определяется мерой. Мера определяет все. Привысьте меру, и все, что хотите, обратитесь в свою противоположность. Привысьте эту меру своего заработка, и вы превращаетесь в такого культурологического монстра. Я, знаете, я ловаюсь, потому что я вспоминаю многие знания, многие обеты. Вот если не знать про то, о чем говорили эллины, то и можно спокойно взирать на все, что происходит. Или на многое, что происходит вокруг. Да, во многих знаниях, многие печали. Я это знаю, и я знаю эллинскую эстетику. Я одно из моих двух хобби. Я историк-любитель, аналитик древнего мира. И, к сожалению, да, к сожалению, это дает мне знания и представления, которых нет у громадного большинства людей. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это очень меняет мой взгляд на мир, и меняет мой взгляд на игру. Это не значит, что я должен играть сплошную углубленную музыку, решающую мировые проблемы. Я с удовольствием играю просто развлекательную музыку, с удовольствием играю развлекательную часть джаза. Но я не воспринимаю ни джаз, ни классику с какой-то одной точки зрения. Я вообще перестал для себя вообще различать джаз, классику, фолк. Я их перестал различать. Для меня сейчас существует только понятие музыка. Хорошая, плохая. Та, которая трогает, та, которая не трогает, та, которая имеет вкус, не имеет вкуса, та, которая имеет профессионализм, не имеет профессионализма. По многим параметрам. Это же большой путь. Это большой путь научиться смотреть на себя глазами слушателя. Фактически это так же и происходит. Но если хорошие учителя, они учат тебя этому, так как учили меня. Это очень непросто. И хотя меня этому учили все мое детство и все мое юношество, я так этому и научился. Я только сравнительно недавно, может быть, лет 15 назад, я помудрел настолько, что я уже начал реально осознавать, что же я делаю на сцене. И не катастрофически, а категорически быстро поменялась моя игра. — Вы знаете, я заслушался в тот момент, когда вы говорили о честности, об искусстве, о профессионализме. — Вы понимаете? Посмотрите сейчас, Сергей, посмотрите. Вот человек выходит на сцену. Задайте вопрос сами себе. Вы слушатель, вы зритель, сидящий в зале. Попробуйте представить себя на месте музыканта. Вот я иду на сцену. У меня единственный вопрос, который я себе задаю, а нафига я туда иду? А что я, собственно говоря, должен на сцене делать? Вот с чего начинается честность. Она начинается перед собой. И я сейчас не лукавлю и не кокетничаю. — Надо понять, что музыканты идут на сцену, потешить тщеславие, насладиться классным ритмом, заработать денег. Причем не они по отдельности, а это может быть прям все вместе. — Небольшая часть музыкантов задает себе вопрос. А что я скажу публике? Каким образом я достану до полутора тысяч сидящих передо мной душ, которых я не знаю? Вы свою себе попробуйте открыть и не соврать при этом. А ну-ка. И музыкант? Собственно, для чего нужен этот профессионализм? Для чего мы оттачиваем это мастерство? Это ключ, которым мы пробуем отпереть собственную душу. Без него не отпирается твое тело, твои руки, твои мозги, твои уши должны быть отточены настолько, чтобы ничто не мешало тебе отпереть свою собственную душу с помощью инструмента. И, блин, как последняя проститутка. Раскрыть ее вот так вот, раздеться перед всеми. Всю свою печаль, всю свою радость, все, что ты знаешь, все, что ты чувствуешь. Вот за эти полтора часа просто выплеснуть, и потом два часа отходняка и хождение вот так вот по комнате и ругня на самого себя, если что-то не так. Я думаю, что нам не стоит продолжать. Спасибо. Это было прекрасное окончание. Я просто вспомнил историю Бесси Смит, про которую написали однажды. И так было написано, что за эти слова любой музыкант отдал бы душу. Было написано, афиши бросались в глаза отсутствием ее имени. Так вы знаете, в свое время у меня была мечта. Она сейчас потихонечку реализовывается иногда. Я ее не тороплю. Это должно прийти. Я завидовал афишам Рихтера. Знаете почему? Сейчас узнаю. Потому что на них не было ничего, кроме его имени. Ни одного титула. Ничего. Играет Святослав Рихтер. И попробуйте попасть в этот зал. Ничего. Я смотрю себе. Звезда легенд. Вообще там какой-то с улицы из Америки приехал. Звезда современного джаза. Легенда американского. Вообще супер. Экстра. Мама моя дорогая. При этом реально. Напишите сейчас на афише. Святослав Рихтер. И поедут люди со всей страны. И не только со страны. Спасибо.